А мы продолжаем. Все меньше остается тех, кто своими глазами видел самую страшную войну 20 века. Те, кто бился под Курском и Сталинградом, кто насмерть стоял за Москвой или брал Берлин. Воспоминания, память и радость того дня, когда прозвучало долгожданное слово «победа» живет в сердцах потомков. О своих предках рассказывают нынешние школьники. Наташа Первушина рассказывает о своем прадедушке. Александр Трифонович Первушин родился в 1913 году. В армии был призван еще до начала войны. Служил в артиллерии. Когда началась Великая Отечественная война, он уже имел звание лейтенанта. Он воевал на Карельском, Ленинградском, Северных фронтах. И он закончил Великую Отечественную войну в звании капитана. У него есть множество наград, которые уже даже и не перечислить, но одни из них – это Орден Отечественной войны первой степени, Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды, также медаль за победу над фашистской Германией. Александр Первушин – один из немногих лично принимал участие в параде победы на Красной площади в год окончания войны. В 1955 году по партийной линии его призвали в Террасполь. Он был помощником председателя колхоза Фрунзе. Он помогал восстанавливать нашу страну после войны. К сожалению, я не застала своего прадедушку. Он умер в 1968 году. Мой папа был назван в честь моего прадедушки. Его также зовут Александр. Наградные листы. За каждым документом немыслимые усилия и подвиги. Какие испытания выпали на долю защитников, нам трудно представить. Добрые, отзывчивые и честные люди, готовые в любой момент прийти на помощь. Такими запомнились родным фронтовики. Не только 9 мая. Мы всегда о них вспоминаем. Мы щитим их память, уважаем традиции. Когда был бессмертный полк, мы всей семьей в Тирасполе шли с фотографиями наших родственников. В том числе моего прадедушки, прирушена Александра Трифоновича. Елизавета Дубчак – еще одна лицеистка с фамилией героического прадеда. Ее отец тоже назван в честь ветерана. Николай Петрович Дубчак в 43-м году ушел на фронт добровольцем. Победу встретил в Пражском госпитале после тяжелого ранения. Он воевал в составе 1-го Украинского фронта, 225-й стрелковой дивизии, 1349-го полка. Он был командиром отделения роты автоматчиков. Их боевой путь был от Псковской области до самой Германии. По рассказам моего дедушки, его отец попал в плен к немцам. Несмотря на то, что он успешно из него сбежал, он не любил рассказывать эту историю. Дубчак получил медаль за отвагу. Орден славы третьей степени за освобождение польского города Шургаст. Сейчас Скорогощ. 4 февраля 1945 года. Ведя огонь из автоматов, привели в смятение противника, в результате чего гитлеровцы стали отступать. Отделение под командованием Дубчак Николая Петровича было уничтожено более 15 гитлеровцев. Орден славы второй степени был вручен также за проявленный героизм. 17 марта 1945 года под сильным минометным и пулеметным огнем противника мой прадед повел атаку в свое отделение, достигнув охране населенного пункта Теплау, Чехия. Блокировал дом, превращенный в ДОТ, защищая дом, лично уничтожил трех гитлеровцев. Такие герои жили на нашей земле. Их давно нет. Но внуки и правнуки хранят воспоминания о боевом пути ветеранов. Героическим прадедам мы все обязаны жизнью и мирным небом над головой.